Встреча с пресс-конференцией Римфутболом по моему миру на результате Римфутбол, я хочу сказать, что игра была тяжелая. Тяжелая, хочется поблагодарить ребят за правильный характер, играли до конца, взяли эти важные три очка, за это моим огромное спасибо. По игре, конечно, она могла сложиться намного легче, если забей в первые 20 минут свои моменты, но, к сожалению, как говорится, не забываешь ты, забивает тебе. И потом сами видели, что игра пошла уже, мы хотели сравнять, выиграть, и такая уже качели пошли, и, кажется, и во втором тайме не так много моментов, но мы все равно додавили, да, додавили, и, да, и позавляю с этим ребят с победой, молодцы. Грибус сказать, что игра будет круто, спасибо игрокам за раксту, мы получили три пункта, за это спасибо. Грибус сказать, что игра может быть легче, если вы получили первые, но вы не получили то, а вы получили то, и тогда мы хотим излидить результаты, и вы получили то, что шутбол, вторая половина, не было так много, но мы не успели, поэтому мы получили то, спасибо за результаты. До этой игры не казалось, что у Риги могут без проблем против Спартака, помним матч первого круга, помним, как Спартак играл в предыдущие матчи против соперников Лидии, помню, Табрицы, почему именно получилась такая игра, что соперник сделал такого, чем вас удивило, может быть, у них были проблемы? Ну, скажу, что соперник нас ничем не удивил, да, как он играл, так он и играл, немножко даже мне показалось, что в первой игре он больше так настыльнее был в атаке, вот, в этой игре он больше сидел, ждал своего момента, своего шанса, вот, также мы готовились к этой команде, как и ко всем другим командам, серьезно, подходили, ну, я, наверное, повторюсь, первые 20 минут мы имели 3-4 возможности забить и открыть счет, и тогда бы игра сложилась совсем по-другому. Насколько серьезный был разговор в перерыве, что на счет еще было 0-1? Ну, наверное, это мы оставим у нас в раздевалке, да, разговор состоялся, да, вот, и я думаю, ребята вышли на второй тайм и сделали свою работу. Три замены, которые делали начале второго тайма, Бесли и еще два игрока, которых вы заменили, это они не были, они не хорошо проявили себя или понимали, что нужно что-то отменять уже? Нет, я думаю, в этой игре, да, мы ее выиграли, я считаю, что, значит, мы добились положительного результата, кто сыграл, как сыграл, это мы разберемся уже в своем кругу, да, так что у нас для этого есть разбор игры, да, и, естественно, то, что у нас не получилось, мы это обсудим, то, что получилось, мы поблагодарим, так что это рабочий момент. Это тенденция, которую видят сейчас, многие обсуждают, Марко Джурище чуть немного провоцирует соперника, уже пять желтых карточек получил, как вы видите эту роль в игре не только на поле, но и на психологии? Я не знаю, вы говорите, что, вообще, ну, футбол это эмоции, да, и каждый человек, да, каждый игрок, он, своего характера, да, с разной стороны, да, разный менталитет. Я считаю, что каждый вспыльчивый характер, да, можно направить в определенные ролсы, да, чтобы он давал результаты, да, положительные. Над этим ведется работа, я считаю, что, наоборот, это хорошее качество у него есть, что он жадный для победы, жадный для единоборств. Это подстегивает команду. Аксель у нас боец, да, вот, мы его поддержим, он готовится, да, изо дня в день, я думаю, скоро мы его увидим. Спасибо. Спасибо. Марек Зуб, Сепец. Продолжение следует... Марек, твоя команда, на сегодняшний матч? Конечно, это пора, да, что мы домой, без пунктов. Я думаю, что это была большая возможность для нас сегодня, чтобы победить этот матч, чтобы победить этот матч. Но последняя часть матча показывает, что мы нужны много места, чтобы работать, потому что, наконец, качество и индивидуальный уровень футбольных силы решили, и мы не имеем точку. Это почему. Марика Зуба комментарии после матча. Конечно, очень жаль, что сегодня мы в школе без пунктов. Мы очень хорошо смогли видеть сегодняшний матч, насколько большинство в футболе будет играть индивидуальные качества и мастерства. Первое, что вы выбрали сегодняшний матч? Скажите, почему и как вы решили? Конечно, все зависит от игроков. И, конечно, для нас такой игрок, как Толли, пропелита, это очень важный. Он уже был в команде 100%. Он вернулся после этой очень сильной болезни. Это был причем. Я хочу, конечно, найти место для него, найти тактический способ, использовать всех тех, кто уже играет важную роль в нашей команде. И, конечно, это не так, что мы поменяли другую систему. У меня вопрос о том, что сегодняшний ФК «Спартакс» были другие тактические действия. Тренеры показали, что мы объявили тактические действия команды после того, как игроки были прияты. У нас очень сильные травмы. в центре атактические отмечения отмечения и 100%. Поэтому мы будем с помощью токтического значения и оборачиваться. Похоже, что команда получила много новых эмоций, много желтых карт, даже для агонии. Было какое-то эмоциональное и психологическое работа до этого года? Ничего особенного, но, конечно, вы знаете, когда у вас есть команда, которая представлена на высоком уровне, у нас есть много хороших, квалифицированных игр, поэтому, естественно, команда начинает подготовить себя для этого игрока в другом способе. Вы должны понимать, что если вы хотите быть конкурентным против хороших игроков, то есть вы должны потребовать много энергии, много эмоций, вы должны быть конкурентным. Я думаю о футболе, а не о том, что это было на футболе. Таким образом, мы потеряли игроков, но мы потеряли игроков, которые получили белые карты в следующем игре. Таким образом, мы можем использовать их. Таким образом, это дополнительный минус и дополнительный футбол. Как мы пережили, это мысли? что сегодня команда руководства с тем эмоцией, сеткинс дзелтанас с картинс, мы спросили, что это было очень быстро, какие-то еще раз визуальное время, что это было не только у вас, как вы готовы, а конкуренты, что это не очень, что не специально Рига, но он говорит, Узвертся то, что шаги, когда мы спелем спецыгаку команды, спецыгаку претиньеку, Гадима Рига ФЦ, которая уже вадовшую команду, Вадовшую команду власти, Виним спелетари, индивидуальному министерству, Прасмос, что это окстная лима. У нас, как с днем санцигшем, Варьи энергии, варьи энергии, варьи гаража эмоциональная энергия. Варьи эмоциональная энергия. Варьи готовы кинуться, Варьи не глупо, как это было. Ведущая лима, Вон, один стиль, который любит тренер, Присоцентр, который идет к этому, Варьи энергии, даже на метеорку с днем санцигами, Варьи давнем санцигами свои возможности, Варьи энергии, Варьи энергии, Варьи энергии не может помочь, Актуальному по моему министерству. Варьи эмоциональная энергия? Они ухали маленькие нанки, И надеюсь, что за следующий год они будут готовы. Варьи эмоциональная энергия, Я думаю, что у них нет никаких проблем, но мы очень надеемся, что в следующей серии они будут вступать. Можете сказать, что это был лучший матч для Спатики? Я не знаю, может быть, мы не будем. Может быть, мы уже были. Немного не знает. В отношении нашей команде, конечно же, как сегодня, мы можем сказать, что мы оставили впечатление, что мы были в команде сегодня. Мы боремся, пытаемся сделать все, что возможно. Мы потеряли, но это футбол. Это самое важное, чтобы оставить хорошую впечатление после этого, что вы были боремся, что вы были победительными, что вы были победителями. И от другой стороны это очень хорошая учащая. Это хорошая база для следующей тренировки, для следующей серии. Просто так. Это мой комментарий, что мы сейчас имеем в виду такой тип, как мы сейчас имеем в виду. А вот такие команды, КАТСС, которые, конечно, они намного, помнят в окнате. когда мы педзывали заходами, но в то время мы показали ракцию, показали то, что мы готовы сцениться с большой командой. Спасибо!